Сегодня в виртуалите. World of Warcraft поработил уже 11 миллионов человек. Разработчики переврали античные мифы. Композитор музыки для Silent Hill не знает нот. Трафальгарская площадь в Лондоне переименована в Красную. Привет, меня зовут Макс Васильев, и это программа Виртуалити. За полчаса вы узнаете обо всем самом новом и необычном из мира видеоигр и компьютерных развлечений. Небольшая, но все же сенсация от разработчиков Prince of Persia. Игра еще не вышла, а они вовсю твердят о дополнении. Причем авторы не признают добавки вроде нового оружия или одежды. Эти ребята метят выше и планируют уже к январю выпустить полноценные миссии. Правда, есть одно но. Дополнение выйдет, если продажи оригинальной Prince of Persia будут успешны. Ну, не знаю, как вы, а лично я рассчитываю на хэппи-энд. Об играх, которые тоже появятся в самом ближайшем будущем, в новостях. Совсем недолго осталось геймерам ждать Heavy Rain, первой по-настоящему взрослой игры. Ее так прозвали не за обилие расчлененки или, упаси господи, сцены порнографического характера, а за отсутствие монстров, волшебства, супергероев и прочей опостылевшей мути. История вертится вокруг... Впрочем, нихрена неизвестно, вокруг чего она там вертится. Разработчики тщательно скрывают сюжет игры и показывают ошарашенным журналистам лишь один уровень, который даже, скорее всего, и не войдет в игру. Управление обещает интуитивное, с живейшим участием игрока. Ну а графика вы все видите сами. Не исключено, что именно из-за этой игры продажи третьей PlayStation резко подскочат вверх. В любом случае, в новогодние праздники все станет ясно. Самый отмороженный шутер под названием Anabios Son Razum'а медленно, но верно доползает до релиза. А замерзла стрелялка потому, что действие в ней происходит исключительно при температуре 40 градусов ниже нуля, а то и меньше. Видимо, не случайно была выбрана и дата выхода — в декабре. Согласно сюжету, советский полярник попадает на борт заброшенного ледокола, где обнаруживает всю команду корабля в виде хорошо сохранившейся мертвичинки. Естественно, сразу он начинает докапываться до причин трагедии. Скажем сразу, виноватый оказался вовсе не водка и даже не холод, а некая мистика, привидения и всякая разная чушь. Впрочем, разобраться в хитросплетениях Anabios'а геймеры смогут сами уже буквально через месяц. Думаете, шутеры или хорроры — самые кровавые игровые жанры? М-м-м. Симулятор повара. Вот где настоящая жесть. Ассоциация по защите животных ПЭТа превратила детский проект для Nintendo DS EV «Кукин Мама» в кровавую флеш-игру. Таким образом, активисты пытаются привлечь внимание к проблемам братьев наших меньших. Сначала вощипываете индейку, выдирая с кровью перья. Затем копаетесь в кишках, вынимая внутренности. Отрезаете ножом голову, набиваете брюхо фаршем. В общем, будет очень весело. Ну а в финале авторы предлагают всем стать вегетарианцами. Какой мотив двигал создателями «Rights of Argonauts», что они так извратили античные мифы, лично мне абсолютно непонятно. Но получилось очень даже интересно. Вы знаете, античные мифы — это просто сказка для создателей игр. Да-да-да. Нет ничего удивительного, что мы создавали «Rights of Argonauts», вдохновляясь великими греческими легендами. Но видите ли, реальная история про Яссона и его аргонавтов, она, как вам сказать, типа, как скучная. Там что-то какой-то дядя сказал, типа, найди какое-то там руно. Какое нафиг руно, а если оно мне нахрен не надо? В общем, мы оформили все так, чтобы сюжет сильнее будоражил воображение. Все начинается с того, что Яссон, король Итаки, хочет жениться на самой красивой девушке острова. В день свадьбы ей говорят так — «Я буду любить тебя вечно». Но вы только представьте себе, перед тем, как невеста смогла ответить, отравленная стрела попала ей в сердце. Вот с этого начинается игра, как вы бежите через весь дворец, пытаясь поймать убийцу. Вы в шоке. Вы отказываетесь поверить, что ваша возлюбленная мертва. Вы не хотите читать на надгробии слова о том, что ее душа покоится с миром. И здесь, внимание, мистический поворот. Вы должны отправиться, чтобы найти золотое руно. Эта шкура даже в античные времена была мифическим объектом. Но никто не верил в его существование. Ясон поверил и решил, что руно оживит его невесту, поэтому он отправляется в путешествие. Эпическое путешествие в самую дальнюю часть мира, в легендарную Калхиду. То есть это вот тогда там была легендарная страна, сейчас там просто Крым, песок и пляжи. По пути Ясон успевает посетить множество островов, и все они абсолютно разные. Одни острова покрыты джунглями, другие напоминают врата в ад, покрытые лавой. Играя за Ясона, вы встретите всех мифических чудовищ, титанов и даже великих титанов. Также вы увидите Медузу, Гаргону, Пегаса и Монтикору. И еще вы встретите нескольких хороших парней. Ахиллеса, Атланта, Пана и Геркулеса, сына Зевса. Главная беда современных РПГ — это то, что в них все происходит очень медленно. Пока замахнешься, пока ударишь, пока оружие поменяешь, в общем, уснуть можно. В Rise of Argonauts все не так. Ясон — мастер оружия, он владеет щитом и мечом, копьем и булавой. Все всегда при нем, все висит на теле. Поэтому можете нагибать своих врагов, используя любимое оружие. И, о господи, где же все эти огромные карманы? Меч не лежит в какой-то там непонятной сумке, а приторочен к поясу, как у любого нормального воина. Мы хотим, чтобы игрок верил, что все происходящее на экране — это блокбастер, и он в нем играет главную роль. Так что вот такую античную мифологию мы хотим донести до зрителей MTV России. Далее в виртуалити. World of Warcraft поработил уже 11 миллионов человек. Трафальгарская площадь в Лондоне переименована в Красную. Тропическая экзотика гибнет в огне Второй мировой. Это в виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира видеоигр и компьютерных развлечений. В сети прошел слушок о том, что разработчики GTA серьезно задумываются о новой части сериала. Вот только это будет уже не та GTA, которую мы привыкли видеть. Концепция проекта изменится в сторону ММО. Например, доступ в сетевую часть будет предоставляться только по подписке. Надеюсь, что парни из Rockstarк знают, что делают. Ну а наш выпуск продолжает новости вышедших игр. World of Warcraft продолжает покорять мир. Количество подписчиков знаменитой онлайн-врпг уже зашкалило за 11 миллионов человек. Это не считая китайцев и так называемых мертвых душ. То есть тех, кто игру купил, бесплатный месяцок поиграл, но на дальнейшую подписку денежь пожалел. И совсем уж страшно подумать, сколько игроков наберется теперь, когда вышло долгожданное продолжение Wrath of the Leech King. Аддон подарит поклонникам еще несколько квадратных километров угловатых, но от этого не менее любимых земель. Например, игроки наконец могут посетить, ну уж извините, Никсрамас из Полинской подземелья, которая ранее была недоступна. Ну и еще много чего такого похожего. Сюжет традиционный. Древний властелин засиделся во льдах, подморозил себе зад и, как водится в таких случаях, пробудился. Что из этого вышло, можно оценить уже сейчас на собственной шкуре. Ты станешь королем. Для всех любителей быстрого улета открылась прямая дорога в «Ксенус-2. Белое золото», выход которого состоялся буквально на днях. Завязка «Ксенуса» состоит в том, что это самое золото оказалось, как бы так сказать, там не той пробы. Главного героя посылают выяснить, почему ядреная смесь торкает не так сильно, как хотелось бы. Расследуя этот фармацевтический казус, наемник Сол Майерс попадает в джунгли, где его ждет полная свобода действий, покатушки на джипах и невероятной красоты девицы. Все как на подбор в красных купальниках и с явными признаками полигональной недостаточности. В этом насыщенном красками мире вашему виртуальному протеже предлагают провести несколько виртуальных недель. Ну а я лично рекомендую вам провести несколько реальных дней. Стоит ли оно того, решать вам. Состоялся релиз очередной стратегии про Третью мировую войну под названием End War. Вопреки сложившейся у западных игроделов традиции, войнушку затеяли вовсе не русские, а подумать страшные европейцы. На этом вся оригинальность игры могла бы и закончиться, если бы не революционное для игр голосовое управление. Это первая в мире электронная забава, где при наличии микрофона можно отдавать своим юнитам зычные приказы. Начинающие геймеры могут опробовать всю действенность криха «Ать, два, три, шагом марш!». Ну а продвинутые резервисты воплотят свою мечту покомандовать солдатиками без суетливой возни с клавиатурой. Впрочем, консервативно настроенные игроки всегда смогут отключить новомодные феньки и по старой доброй традиции потискать мышку или джойстик. Как известно, End War — дело рук Тома Клэнси, известного русофова. И очень удивительно, что на этот раз русские не фигурируют в сюжете игры, как злостные завоеватели мира. Но зато своим традициям не изменяет серия Red Alert. Уже третий раз Красная Армия идет порабощать планету. На этот раз все началось в Лондоне. Центр Лондона, Трафальгарская площадь, все залито красным светом. Это значит, что атмосфера сегодня раскалится до красна. В ночь презентации Red Alert 3 мы узнаем, кто самый сильный в этой игре. Один русский и один англичанин. Оба сойдутся в равном и очень жестоком поединке. Мы увидим, кто сильнее. Что-что, а презентовать видеоигры в Великобритании умеют. Тому подтверждением стало масштабное игровое шоу от Electronic Arts Be The One, проходившее под сводом огромного купола, занявшего почти все пространство этой скромной площади. Тысячи геймеров собрались, чтобы воочию увидеть новую часть вселенной Command & Conquer, игру Red Alert 3, и заодно попасть на съемки нового эпизода легендарного американского игрового телешоу Battlecast Prime Time. А изюминкой всего мероприятия должна была стать битва титанов Red Alert'а, англичанина и россиянина. Сегодня мы снимаем новый эпизод передачи Battlecast Prime Time. Это шоу, посвященное вселенной Command & Conquer, которое мы делаем на протяжении уже 13 месяцев. Мы начинаем второй сезон, и невозможно придумать лучшего места для запуска, чем Трафальгарская площадь в центре Лондона, где запускается Red Alert 3. Третий Red Alert — три противоборствующие стороны. Агрессивный Советский Союз со своими безбашенными медведями и харизматичными дирижаблями Киров, европейско-американский конгломерат союзников и фанатичная империя восходящего солнца, славящаяся своими высокими технологиями. Я поинтересовался у другого ведущего Battlecast Prime Time Дэвида Сильвермана, не может ли такой юмор над колоритом каждой фракции обострить реальные отношения между народами? Ой, да ладно, в игре все не настолько серьезно. Если вы посмотрите на другие фракции, на тех же союзников, которые срисованы со штатов, и на их президента, который вообще выглядит карикатурно, эдакий весь из себя буш. Вы поймете, все нормально. То есть это все, конечно, основывается на культурном наследии, но стилистически специально сделано несколько вычурных. Пара десятков персоналок с заряженной Red Alert 3. Это именно то, что нужно, чтобы понять, как все происходит в этой игре. А тем временем приближался момент эпохальной схватки. 19-летний Шон Аполло Кларк, играющий за союзников, и 25-летний Эрик из города Пермь, командующий армией советов, были готовы помериться силами онлайн. По команде они принялись выстраивать свои базы, наращивать боевую мощь, и уже было сорвались в бой. Как вдруг... Во всем павильоне погас свет, трансляция прервалась, и в запланированный ход битвы вмешался сам император Йоширо. Конечно же, такой развязки никто не ожидал. И потом, я был настолько очарован сексапильной джемой Аткинсон, сыгравшей лейтенанта Эву Макену, что ни о чем другом думать больше не мог. Виртуальный мир так сильно расширился в наши дни, что даже телепрограммы можно на выбор смотреть в интернете. Но я считаю, что команда End Conquer установила особую планку взаимодействия виртуальной картинке и живой. Все-таки я надеюсь, что виртуальность не вытеснит полностью реальную игру актеров, иначе я просто потеряю работу. Но я лично хотела бы видеть больше игр, использующих игру живых людей. Когда я увидела конечный продукт, у меня создалось впечатление, что я смотрю настоящее кино. Ну и, естественно, я не мог не оставить о себе хорошее впечатление, и поэтому на прощание обучил девушку основам русского языка. Привет! Я Джема. Специала гербитуалити. Далее виртуалити. Композитор музыки для Silent Hill не знает ноты. Тропическая экзотика гибнет в огне Второй мировой. Это виртуалити. Мы вернулись. Что необходимо для создания нужной атмосферы в игре? Например, сюжет, яркие персонажи, необычный сеттинг, звук и саундтрек. Без последнего, между прочим, многие игры так и не смогли бы увлечь геймеров. Представьте себе, Silent Hill без музыки. Или Guitar Hero. Или вся линейка Звездных войн без имперского марша. Согласитесь, выглядит очень тупо. Мы решили немного поностальгировать и вспомнить несколько ярких игровых саундтреков. Об этом в сюжете. Игровые саундтреки давно уже никто не считает музыкой для галочки, которая должна ненавязчиво играть на фоне. Звуковые дорожки к играм имеют не меньше успех, чем сами игры. Меланхоличные мелодии Silent Hill, например, продаются едва ли не большими тиражами, чем одноименный жастик. А между тем, мало кто знает, что гениальный Акира Ямаоко, написавший это чудо, вообще не знает нотной грамоты. Что Марк Морган, имя которого на устав у каждого поклонника Фоллаута, попал в игровую индустрию по чистой случайности. Что создатель эпических композиций из Болдерс Гейт до этого отмечался только в фильмах категории Z, то есть хуже некуда. И главный автор невероятно привязчивой музыки из нашумевшего World of Goo вообще по профессии не композитом. Одним словом, игровые саундтреки скрывают немало интересных историй. Особняком среди них стоит музыкальное сопровождение к игре Arcanum. Эта РПГ в викторианском стиле от создателей Фоллаут не прошла незамеченной. Ну где еще можно сыграть за меланхоличного мага-полуорга или за бородатого гнома полазить по помойкам, собирая пружины и шестеренки для очередного внушающего ужас самострела? Саундтрек у этой игры подобающий и в своем роде уникальный. Он написан для струнного квартета и по своей силе не уступает шедеврам Баха и Паганини. Другое дело струнный квартет, где участвует только четыре человека. Недавно группа студентов в Гнесинке на чистом энтузиазме устроила концерт полностью посвященной музыке из Arcanum. Когда слушал, конечно, вот все-все-все, что было, там вспоминалось там подземелье, драки, как там что-то собиралось, все это вспомнилось замечательно, но атмосфера, вот сама музыка, она как бы не сравнится с игрой, потому что там все-таки звук не такого качества, а тут и живое представление, и люди, и как-то даже энергетика как-то. В отдаленных планах квартета сыграть музыку из Героев и Балдурсгейта, а в ближайших повторить концерт Арканумовской музыки. Если вы в свое время заслушивались саундтреком из этих игр, то приходите на ближайший концерт. Не пожалеете. Конечно, не все игровые саундтреки исполняют на концертах или издают на CD. Ну, оно и понятно. Не каждая игра может похвастаться отменной звуковой дорожкой. А некоторые проекты и вовсе в ней не нуждаются. Они берут другим. Call of Duty, например, всегда славилась отличной режиссурой и зрелищностью. Вышедшая недавно пятая часть осталась верна своим традициям, правда, и без новшеств не обошлось. Вы еще не устали от игр про Вторую мировую? Не задолбало ли вас гонять фрицев по Сталинграду и Курской дуге? Как казалось сначала, создатели культовой экшен-серии Call of Duty тоже вроде бы устали бросать геймера из тунисской пустыни на пляже Нормандии. И даже выпустили Call of Duty 4 про современную войну на Кавказе и Ближнем Востоке. А нет, пятая часть сериала возвращает геймеров в родные пенаты. Действие Call of Duty World at War происходит в конце Второй мировой войны. Вы примете участие во многих известных битвах и посетите памятные места. Вы увидите атаки камикадзе, работу спецподразделений и даже японских солдат, которые прячутся в ямах среди джунглей, а потом вылетают оттуда прямо у вас перед носом. Ничего подобного в серии раньше не было. Впрочем, кое в чем разработчики сжалились над фанатами и заменили набившие оскомину Амаху-Бич и Сицилию на более экзотические локации. Действие Call of Duty World at War развернется совсем в иных местах, нежели вы видели в предыдущих частях. Те геймеры, кто уже не раз высаживался в Нормандии, на сей раз окажутся на Тихоокеанском театре военных действий и примут участие в боях за японский остров Окинава и за архипелаг Палау. Также действие будет происходить и в русских городах, которые Красная Армия освобождает на своем пути к Берлину. Однако все это не называлось бы Call of Duty, если бы не фирменное буйство спецэффектов. Как обычно, авторы не поскупились на краски, чтобы придать любому оружию особые оттенки. Вы увидите кучу взрывов, только представьте себе, каждые 10 секунд обязательно что-нибудь взрывается. Вас ждут групповые бои, куча нового оружия с уникальной анимацией, например, такого, как коктейль Молотова или огнемет. Думаю, вы оцените эту штуку в действии. А вот сюжет снова разочаровал, потому что по традиции его совсем нет. Но попытки создателей поиграть с неоднозначными страницами истории наводят на мысль, что в этот раз в сценарий вложили чуть больше денег, чем обычно. Самая интересная кампания за русских, она лежит по дороге на Берлин. Вы сможете вживую понаблюдать за действиями русской армии, когда она только вступила на германскую территорию. Из истории вы наверняка знаете, какие события это повлекло. Так что это будет самый незабываемый геймплей за всю историю Call of Duty. Перед вами самая детализированная игра легендарной серии. Детализированы они в смысле количества полигонов, а в объеме тех мелочей на экране, за которые может уцепиться глаз. Наконец-то тотальная заскриптованность уступит место небольшой импровизации. Разработчики обещают, что поведение врагов определяется исключительно вашими действиями. Например, вместо лобовой атаки бункера можно запросто обработать его огнеметом. Чем ответят на это противник, создатели не разглашают, но загадочно улыбаются. Видимо, они уже знают, что фанаты игры останутся довольны. На сегодня все. На следующей неделе смотрите в виртуалите. Что такое инди-игры? Почему Gears of War 2 никогда не выйдет на PC? Как поиграть в Миросейдж до официального выхода? И многое другое. С вами был Макс Васильев. Стендбай. Субтитры создавал DimaTorzok